Субтитры сделал DimaTorzok 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 пожалуйста да конечно ребят если можно микрофон и передать микрофон а что а а а а и и и и и и и и и академ и и и а и и и и Теперь у него есть шанс, откуда у него этот шанс, я скажу, он из Бухары, из Узбекистана, оттуда и шансы, вот, но смотри, тут ситуация такая, есть определенные противостояния, которые могут сильно ударить по моей репутации, по всему, что я делаю, что-то должно быть в противовес, правильно, окей, здесь Никулина, вот что то, что я выиграю Никулина, вы все скажете, ну, Магомед Исмаилов вам наказал парня, да, накидал Никулина, да, а если Никулина выиграет, что вы скажете, а шалей, Никулина победил, Магомед Исмаилов, даже тяжело мне так говорить, честно говоря, короче, это может ударить по моей репутации, как профессионального спортсмена, и так далее, поэтому, что-то должно быть в противовес, и что это, как вы думаете, в противовес? Ну, вот нам даже на эту сторону поставить хороший кэш, чтобы мы так посмотрели на эти деньги и подумали такие, да, это стоит того, стоит рискнуть, и тогда, возможно, противостояние с Никулиным, почему рискнуть, говорю, потому что это такой спорт, где один удар может порешать, ты можешь быть лучше в навыках, и так далее, но один удар может решить, Да, блин, ты просто в третьем раунде заснуть лучше, такое тоже может случиться, просто потерять сознание, потому что тебе тяжело дышать, это такой спорт, иногда не навыки решают, поэтому, что-то должно быть, я даже не знаю, какую сумму назад, чтобы сказать, что вот этого достаточно, чтобы я мог задуматься о том, что вдруг я случайно проиграю, понимаешь? Поэтому Никулин даться, когда такие противостояния очень рискованные, где в противовес должна стоять круглая, хорошая сторона. Правильно, я говорю? АПЛОДИСМЕНТЫ Перед тем, как перейти к следующему вопросу, дорогие друзья, мы слишком быстро загнались, я представил гостя, совсем забыл представить хозяев этого дома, вообще с этого надо начинать, Ахмаль Акадыр, Сабитов, ну и также Суната Кельясов, который является легендой местного ММА, чемпион мира по рукопашному бою, чемпион мира первого с Узбекистаном по ММА, давайте их тоже поприветствуем, дорогие друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь перейдем к другому следующему вопросу, первый вопрос правой сеттера, значит, левый сеттер. Пожалуйста. Да, можно передать, пожалуйста, микрофон, да? Ассалам аулаху, меня зовут Аль Салам. Раден тебя видеть, Марк, очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Ага, у нас сразу два вопроса, я вам расскажу. Первый, увидели ли мы противостояние с Мнеевым, и второе, какие амбиции вам проходит? Ах... Неудобный вопрос. Ненее, не, нет, удобный. Как раз и удобный вопрос. Смотри, по поводу третьего противостояния сменяем, смотрите. А если когда я во дворе, вот непонятка, о-о... Сейчас объясню. Я подрался во дворе, и не получилось, мне накидали. я обязательно сидел в темном подъезде у него в темном подъезде и дождался своего второго шанса и тут ситуация такая я считаю в первом бою пусть спорно пусть как но была ничья окей второй бой я очень хотел спать поэтому прилег я считаю третье противостояние актуально но если вот это третье противостояние закончится не в мою пользу тогда я должен закрыть свой род на ремешок как бы двигаться дальше и уже не поднимать вопрос а менее то есть я должен признать его как спортсмена что он лучше меня раз в двух противостояниях я ему проиграл то уже вопросов не должно поэтому я считаю третье противостояние актуальное то что я сейчас решил подраться шлеменко это не просто потому что я там оу я решил подраться я не хотел просить никого ни о чем я не хочу просить там меня его дальний бой я не хочу просить камила гаджиева я хочу чтобы сделать что-то по причине чего они попросят это противостояние сам они будут заинтересованы поэтому что мне нужно было сделать мне нужно пройти шлеменко то есть опять же таки я не загадываю за спину шлеменко но при этом я планирую выиграть и порешать вопрос сменею вот по поводу хардкора смотря как они платить я считаю смотри я считаю сказать там например это такая площадка это плохая вот говорят поп-мэмэй что он там делает туда-сюда так как что делал вы все смотрите это поп-мэмэй вы все и вся молодежь и там нереальное просто нереальное внимание к этим площадкам почему я не должен быть там нет просто вопрос почему я не должен быть так у окей там все некрасивое какое-то движение бывает везде оно бывает но кто-то должен быть кто скажет правильное слово поправит молодого с каждой из матрица не надо и так далее и тому подобное если мы будем говорить о это грязь это грязь и останется надо зайти почистить надо чуть суть сказать поэтому я там потому что ваше внимание в первую очередь приковано к этим по площадкам по моим площадкам во вторых кто-то должен делать что-то правильное на этой территории в третьих бабки и там есть деньги а здесь я ответил на вопрос переходим к следующему вопросу и большая позиция дорогие друзья давайте наши телефоны поставим в режиме вибраций хорошо у нас что-то часто стало зрели да пожалуйста передать вас на микрофон если что-то спасибо так вообще вообще вроде я успел вкусно покушать как бы я поел вот такой да вот это состояние хапнул а потом не гордит еще не пара ты спешишь я году ладно и спешу то есть мы как бы я как понимаю мы еще не закончили как с приемами пищи но я уже я сюда ехал оставил 9 килограммов там в россии и сюда прилетел как бы на дети чуть-чуть уже в рабочем состоянии и вот как я понимаю это мне немножечко есть вернуться нравится здесь да очень вкусно не хочется ни от чего отказываться на пользуясь случаем что я вас писать хочется все есть все пробовать даже все не лезет меня приходится вот как раз периодичности это дело но как я понимаю вечером мы собираемся покушать хороший плов хороший а вот от которого я сейчас тяги ловил там кайфовал это просто плов оказался понимаешь так что я жду хорошего сети недавно видео обретело все проторы интернета когда саша шлеменко сказал что он там выпендривается что 6 8 килограмм и буквально через некоторое время там уже 99 стояли не такое ощущение что после ташкента будет 110 потому что халяки не может отпустить гостя если человек оттуда не уедет плюс 10 килограмм я уже накидываю есть как но аква рака я думаю хочет чтоб я был в кондициях приехал туда и порещал вопрос шлеменко она приехала обратно санта ка сарином и сейчас я вот такая как победитель щего захожу тогда да потому что я уже не закончилась и выложу видео где я младкое два года так я такое послали «Один момент. Ты знал ли, что сосан это кобра номер один, а ты кобра номер номер один?» У нас как бы дебаты еще и идут. У нас идут дебаты? Нет, смотри, он как-бы смотри, он как человек активный, как спортсмен, он вынужден как бы кусаться за этот момент, но все, я думаю, понимает. Сосан понимает кто номер один, кто номер два, понимаешь, он все понимает. Пока я в этом спорте – он номер два, он кобра номер поэтому он ждет когда я завершу свою карьеру спортивную чтобы он был кобра номер один нет 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 смотри смотри зачем мы сначала обсуждаем чек а потом обсуждаем дату я вот так подпишу как-то в один момент я проснулся и подумал сначала надо обсуждать чек а потом да и вот именно так я сейчас и посмотри актуальным это делает чек но раз вы интересуетесь значит интересное противостояние то есть и для зрителя тоже вы хотите посмотреть как датска болтает даже вот так так я двигаюсь поконча а датсок вот так на самом деле так она и будет но иншаллах то есть если я не хапаю буханку от которой свет в глазах потом я считаю что у датска будут серьезные проблемы если он выйдет со мной на противостояние это мое профессиональное профессионального спортсмена моё мнение что датсик я не считаю его вот подраться с лебанером с бигфудом там и так далее там на закате карьеры с ребятами да вопросов нет датс проявляется на голых кулаках может быть он хорошо себя проявляет но в боксе у него будет серьезные проблемы противостояние с магомедом я так считаю опять же такие возвращаемся к чему к чеку чек дата не могу не отметить я на это очень надеюсь а хотите я вам покажу всем скорость по сути по сути сейчас у всех должны были исчезнуть волосы как но чтобы так смонтировать для начала надо полететь так обычно когда я спрашиваю хочет ли я покажу скорость у меня в инстаграме по крайней мере там исчезают волосы как хотелось бы здесь тоже вот так но я машинально поэтому отец прически мы на контракте Магомед Курбан, Бог Свойчер. 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 все вокруг меня мне папа мама если включали видео кассету там джеки чан дрался или ван дам дрался с кем-то понимаешь все время меня кто-то дрался мой брат чему-то учат карате мараты папа мне рассказывал как он стащил кому-то и там трое напали и он поорвшал вопрос я вот в этой сфере я рос вот что везде вокруг меня мама меня называла мужичок мой арнольдик мой мамин силач понимаешь меня как будто это все для программировали что я сильный силач арнольдик и так далее смотри у меня есть дядя например то есть родные повлияли вот конкретное влияние оказали родных потом мой переезд в дагеста махачкалу то есть я с нижнего тагила переехал махачкалу и причем не с чем мне пришлось столкнуться там махачкалу такая серьезная школа выживания я познаком меня появился там друг я нельзя рассказать вам вкратце не рассказать ты же появился друг вот по причине которого я стал умнее хитрее и стратегичнее по причине чего потому что вот например вот мы как-то сказать вот стоим на приставка да вот знаете выходили все на приставке играли даже я с двух словах вам постараюсь рассказать а мы стоим у нас денег нету как бы особо но поиграть хотим мы и мы ждем как бы таких жертв знаешь кого можно забрать этот джойстик и заходит парень такой достаточно здоровый ну такой больше чем я и вот в этот момент я не знаю актуально это слово будет здесь лучше трус скажем давайте трус хорошо трус нормально даже там чуть-чуть вот в корму но мы трус будем говорить и он говорит это конченый трус говорит вот пришел говорит иди забери у него джойстик говорит и мы вместе потом с тобой поиграем скажи я буду здесь играть вот так возьми он конкретный говорит трус и я подошел за вот этот джойстик и он мне говорит положи джойстик а они не положат я может трус как ну где положи на фиг джойстик газует на меня как бы я смотрю на него и думаю ей что тут этот трус вообще не боится что-то газует на меня и в этот момент марат забегает и говорит что-то один на один выскочишь с ним и тот говорит выскочь и марат пойдем а я главное молчу я на марата смотрю только пойдем и мы выходим и что вы понимали у меня в пух и прах просто разносит этот пацан просто разбивает мне губы и все вот это мое лицо я еще пару раз там кеды переодел я думаю может из-за кед у меня не получилось одел кеду мне в этих кедах тоже наваляло нет ни за кед короче просто он сильнее и походу и вот мы в конце с маратом шли раньше бы мы было знать там прятались и там баловались допустим там сигаретками баловались в детстве это нехорошо очень плохо я как воспоминание у меня но с маратом идем и он мне говорит я знаю почему так получилось я почему так получилось ну почему курить бросать надо а я думаю мне тебя по моему бросать надо короче вот кучу таких историй я попадал там в махачкале очень много дрался я очень много в такой в такие в такие ситуации попадалось которые нужно было выживать там всегда ты должен всегда ты либо сильнее либо слабее вот и все хотят определиться ты вот сильнее или слабее короче с ним и вот совсем пока ты определяешься ты вот закаляешься вот так я помню махачков все время драки все время борьба папа меня бил старший брат был папа так сильно меня один раз побил что он ко мне подходит и говорит все сынок ты теперь можешь никого не бояться знаешь почему я больше сильнее чем я тебя уже никто не побьет вот так вот так я к этому и пришел следующий вопрос опять он не пожалуйста с этого сектора потому что здесь три вопроса у нас у меня есть много питания составляется чтобы скинуть вес вы платите немножко раз хотел спросить вашим спортерам профессионально вы заранее как-то планируете диету делать приживую составлять себе? смотрите я всем сразу хочу сказать по питанию вот диета не бывает сейчас он вам расскажет свою диету а я тебе расскажу свою диету а еще третий расскажет тебе свою их будет много разных диет но самое важное понимать определение белок ну то есть белок уметь отделить белок от углеводов сложные углеводы от быстрых углеводов правильные углеводы вот и нужно создать себе комфортную диету что значит комфортная диета? улов каждый день так точно вам и это правильный ответ то есть с ситуацией такая ты должен ты похудел вот представляешь ты похудел и так далее у тебя красивая форма но и при этом у тебя нету панического голода потому что ты комфортную диету соблюдал тебе было комфортно тебе будет комфортно продолжать держать себя в такой форме а тебе прикинь я отказался от мороженого отказался там от этого допустим от всего отказался я сделал эту форму а потом ящик мороженого сожрал на следующий день шоколада обожрался и так далее вот этого панического состояния в голове не должно панического желания съесть что-нибудь поэтому я в своей диете я не исключаю ни мороженку ни там кусочек черного шоколада допустим и тогда на финики ботиша 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 вообще на раз залитой без ботиша вообще не вариант есть ботиша сначала мороженое потом ботиша очень крутое не знаю сырная такая лепешка она вся такая растекается смотри в сауне скидывать что мы заливаемся мы делаем манипуляции с водой определенные знаешь мы заливая допустим у меня сейчас 90 килограмм и у меня нужно сделать 84 что я делаю я около 4 дней 3-4 дня пью по 6 литров воды 6 литров воды то есть в один момент я прихожу к тому что у меня прошло 4 дня у меня 90 килограмм те же самые 90 килограмм но плюс 6 литров воды и вот в последний день мы что делаем мы просто сливаем эти 6 литров воды и делаем норму 84 то есть самое да в сауне бывает но я например стараюсь не заходить но если я чувствую что необходимость есть зайти мужа да если я чувствую что слишком много уже бегаю например чтобы пропотеть то мы идем садимся в сауну немножечко скидываем себя под выгоняем вот эти те самые 6 литров которые мы заливали делаем норму вот немножечко дискомфорта пока до весов дойдешь взвестишься и быстренько вообстанавливаешься спасибо пожалуйста бокс все знают моего старшего брата рамазана да ну вот он научил но сейчас я в двух словах объясню как он научил он замороченный человек по боксу и вот он все время какие-то тактики вырабатывал я помню раньше когда он с кикбоксинга ушел я подумал альхамдулиля что он ушел с кикбоксинга ногами бить не будет меня я думал но тут как бы в конечном итоге оказалось что разницы нет тут просто он больше руками будет бить и очень много он надевал на себя перчатку одну вот мне на руку вот на эту руку надевал перчатку теперь я ничего страшного теперь я должен был кинуть ему ручку он делает уклончик и бьет меня я должен подловить его ручку чтобы вот это все делать да то что партла подловить его ручку кинуть так вовремя подловить вместе с ним двигаться в один момент на самом деле он тренируется но ты учишься в этот момент учишься подловить учишься видеть удар в нужное время поставить да 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 и он вот кстати свою технику полностью вот то что он разрабатывал всю свою жизнь он на меня вот клеит это сейчас много информации тяжело но действенно как бы работает и очень много мы с ним работали в один момент я уехал в москву приехал и чтобы понимали три семьи дома то есть здесь папа мама и так далее вот здесь его семья здесь моя семья и мы стоим на улице и он не говорит покажи мне свою стойку и вот как я стоял вот так ну вот мы стояли вот так стойку что я понимаю ну как я ручки держи я вот как стоял ноги не двигая ему показываю ну вот и он смотрит на мои ноги на меня смотрит и говорит ты чё а ну пойдем зайдем меня завел домой говорит встал вот так отшагнул на уровне плеч сюда шажочек сделал развернул корпус ручки поднял и я чувствую что-то начинается уже все и так до 12 часов ночи и я говорю я ему давай завтра может быть да это работаем и он так максимально разгневанно на меня смотрит и говорит это всего лишь три минуты и вот так типа печёте и потому что вы понимали ковер вон там в углу я потный он потный он поджимай меня я поджимаю два часа ночи чтобы в два часа мы этим занимались и вот так всю мою жизнь он мне выносит мозги то есть сейчас уже это не закончилось что вы понимали он все время вот так настигает вопросе бокса меня и когда я уже стал борцом когда я боролся из борцов никто это не понимал но я не всем мог накидать сручек как мог защититься от борьбы и накидать сручек просто я такой беспалевный как бы боксерчик всему он меня научил на самом деле в боксе и вот это передвижение вот это головой когда он все время выше него были спортсмены и вот он под них подбирал тактику и вот это то что он на меня сейчас клеить спасибо большое вопрос этого сектора и потом может быть тут туда передать микрофон хорошо номер и сейчас а 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 Продолжение следует... 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 Но на мои какие-то замечания, которые я ему делал, человек достаточно адекватно реагировал. То есть после этого я его видел, он старался принимать во внимание мои замечания, которые я ему делал, по мату и так далее. Он старался себя, после нашей встречи, по крайней мере, он старался себя контролировать и так далее. Я это, по крайней мере, когда натыкался, я это видел. Сказать я к нему хорошо отношусь или плохо, не могу, потому что он не был у меня каких-то конкретных взаимоотношений с человеком. Я знаю, что он спортсмен, как он сделал себе имя в попе, но мы этим не задаем себя вопросом. Вот на данный момент, каким он будет человеком на данный момент, вот это самое важное, как он сейчас будет. Вчера или позавчера я допускал какие-то ошибки. Месяц назад еще более грубые ошибки допускал, возможно. Но сегодня я человек, который будет обходить эти ошибки, будет стараться их не допускать. Я уже другой человек. Если мы будем судить обо мне по тому, какой я был пять лет назад, то это будет конкретное несоответствие. Потому что сегодня я уже таким не являюсь. Вот. Не могу тебя ответить на это, как я отношусь. У меня нейтральная позиция в отношении Чешанбиева, Чешанби Чешанби. Дорогие друзья, вы прекрасно знаете, что сегодня 18.00, стоит вечер профессионального боя. Там будет зайти тупо, чем ВБА Азия, ВБА Азия есть. И, кстати, если он такие ляжут, у него боев, что он вступает. И все равно на фону. Давайте пожелаем вам удачи. Обменяем спорт. Поменяйтесь. Более того, сегодня. Так что вдвойне будем за него переживать. Это был такой волнительный момент. Поэтому, что я хочу сказать, в 16.30 у нас такая стартовая точка. После этого у нас еще много что ожидать. Там будет фотосессия и другие ништяки. Поэтому давайте два последних вопроса. Вот отсюда был вопрос, поэтому вы предпоследник и вам дадим слово. Нет, давай я коротко отвечу. Если мне будет, я буду коротко отвечать. Окей, сейчас без длинной реплики. Договорились, все. Пусть пять вопросов будет, хорошо? Как вы скажете, у нас закон. Пять значит пять. Нет, все, вы попадаете список будете. Просто представляете, да? Да, вам сколько. Спасибо за тренировку. У меня вопрос такой. Как вы часто используете методику про спич от своих тренировок? По умению? Да, я очень часто использую ее. Очень, очень часто и очень много. Даже через день, можно сказать. А бойцы в России популярны ли кроссбит в России среди бойцов? Конечно, он очень даже популярный. Если правильно мешать его с твоим видом спорта, например, с борьбой или с боксом. Там специфика разная бывает. Бывает у кроссбит. На самом деле здесь сидят представители федерации кроссфита. Хотелось бы их представить, да. Кто это? Кто это? А, это вы? Это который про бодиша, да, вот накидывали? С кроссфитом? Бодиша с кроссфитом как он клеится вообще? На самом деле мы пришли поддержать вас. Мы сами с Кавказа, я с Чечни, Анатолийск. Да, наша Анатолийск. Да, помимо всего этого, я являюсь витя-председателем федерации кроссфита в Крестане. Пришли, поэтому поддерживаем вас. Вау, очень интересно. К моему следующему приезду, пожалуйста, составьте самую грубую и самую жесткую программу, пожалуйста, по кроссфиту. С удовольствием. А я ее легко раскачаю. Поймали, поймали на условиях. Пожалуйста, ваш вопрос. Слово, у меня такой вопрос. Как мы все знаем, у вас отношение к соперникам такое, что они не должны быть заболевелись, или на то, что не заболевелись на фону? У меня вопрос такой вот. И сейчас в рассвете, там, люди же не потерт, потому что происходит, например, лага-блокат. Или же там жда выходит, который уже абсолютно ваше к соперникам ходит. Насколько именно ваше отношение к такой соперникам, я помешал, он? Мешает ли это вообще? Мы ли вы о том, чтобы сделать какое-то исключение? Не мешает, я же здесь сейчас нахожусь. Понимаешь, мы вот общаемся, вот меня пришли. Спасибо, кстати, вам, что вы пришли и меня поддержали. Но я же здесь нахожусь, значит, я в правильном направлении двигался. У меня есть... Мы не должны плевать на все ради чего-то, например. У меня есть определенные свои принципы, по которым я вот твердо, которых я придерживаюсь. Например, я ни за какие деньги не подержусь со своим другом. Не важно, какое он вероисповедание, национальность. Если он мой друг, если я с ним дружу, я с ним не подержусь. Почему я провожу вот эту черту сейчас, говорю о друге? Потому что когда я говорю о вероисповедании, мне говорят, он там, не знаю, как они говорят, националистом и так далее. И там, ну, даже не националист, а как-то скажите. Представите другой конфессии? Ну да, типа вот, заобороченный в этом. Я не заобороченный в этом вопросе. То есть, моя религия говорит мне, то есть, пророк сам говорит, что мусульманин, мусульманин убрать, брат, брат. То есть, для меня в этом нету сомнений. Брат значит брат. Друг значит друг. Вот и с другом, и с братом я драться не буду. Вот это моя позиция. Если у меня нету, что я к кому-то отношусь хуже, к кому-то лучше. Просто это моя конкретная позиция. Спасибо большое. Здравствуйте. Привет, здравствуйте. Слава алейкум. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас у Юрия, у нас наконец такой вопрос. Думаю, это будет ритуально задать. Юрий Брутик, он задает такой вопрос у него в конце лет. Поэтому я интересно, как вы у него ответите на куда-то. В чем сила? В чем сила? В вере. В вере. В вере всевышленном. Конечно, брат, в этом сила. Сколько было богатых людей, которые повесились. Сколько было, я не знаю, но вот успешных людей, которые там закончили жизнь самоописи. Например, к чему это я говорю? Если бы у них была вера, то они не столкнулись с этой проблемой. Понимаешь? То есть богатство, все-все-все, это труха, если у тебя нет веры. Вот. Самый молодой автор вопроса. Давайте представьтесь. Вольной борьбой. Вольная борьба, это я отвечаю, просто решает. Вольная борьба, короче, во всем она мне подсобила. То есть вот я стал борцом вольника. При этом я в любое время мог, если что, закуситься с кем-то, я мог повалить, не дать себя повалить, например. При этом я умел хорошо бегать, потому что, когда ты вольный, ты бегать тоже умеешь. И кувыркаться, и падать умеешь, и валить умеешь. Все умеешь, и максимальная твоя физическая подготовка от вольной борьбы будет максимально эффективной. Так что вольная борьба, я бы посоветовал вольную борьбу. Но при этом, вот так иногда, как у груши стоишь иногда, раз в неделю, и вот такой, что ты сказал, что ты сказал, и тух, нежданул. Вон, шучу, ладно, просто борись. Дорогие друзья, мы будем постепенно завершать. Я перенес это противостояние, по причине чего я чувствовал, что я не буду в кондиции. В прошлом, в одном из моих противостояний, я уже допустил эту ошибку. То есть я был не в кондиции, но тем не менее вышел, и так далее. Это все болтология. Но суть в том, что я вышел и проиграл. Причину знаю, поэтому сейчас опять то же самое я не хочу делать. Хочу быть в максимальных кондициях. Я сказал, на сентябрь, буквально месяц спросил я. Но Шлеменка как патриот, он собирается подраться на 200-летие Омска. В сентябре, то есть получается сентябрь проходит, у нас там октябрь, доябрь, по-любому месяца два с половиной ему надо будет. Поэтому я решил в сентябре провести противостояние. Он будет драться там на 200-летие Омска, а я поперусь по боксу в Атумер. И еще один вопрос. Вы спросили вызов внутри Кудешов, после боя в Жукову, им сказали, что он весит до 11 килограммов. Почему? Это может быть lower чем в тишину веса? Нет, смотри, потому что, сейчас объясню. Я сказал, по ММА Кудешев может весить хоть 150 кг. если это пойму но если мы говорим о боксе я с его прошлым оппонентом дрался с его прошлым оппонентом с дурадовым боксировал на 90 килограмм и сам кудряшов тоже боксировал с ним на 90 килограмм это его весовая категория это то же самое что я сейчас приду найду там легковеса например скажу ну восьмидесячетырех килограммового парня и скажу поднимайся здесь зачем это же моя категория которая всю жизнь дрался поэтому я говорю ему нужно согнать вес и и в раунде без добивания без добивания просто два тэкдауна вы должны в раунде не добивай просто отправлять его в воздух чтобы жизнь медом не казалось кудряшов очень опасный парень очень опасно очень опасно сильно бьет но никогда я из этого не исходил что он опасный я с ним поделюсь я так не смотрел я принимал опасный но тем не менее я выходил и решал спасибо последнего ну вот вот мы достаточно хорошо знали на самом деле он один из олдскульщиков который в самом начале который газовал тогда времена были суровые и особо и сказать что деньги зарабатывали хорошие нельзя но при этом в суровых условиях это не то что сейчас мы выходим там в хороших условиях перчатки мерчатки тогда времена были суровые и вот вот это единственный человек в этом назову из тех кто у Василий Борисович знали с вами Большое спасибо Восторг и свои вопросы Мы вам еще раз вопрос Ты достаточно универсальный бойец Вокриры с вольной бойбой начинал и Мастер спорта Помимо этого есть ударная техника потому что и Мастер спорта в рукопашном бою И более того универсальная потому что Мастер спорта еще и по самому борьбе Международник Международник Вопрос следующий достаточно нужно коротко ответить Что на твой взгляд проще ударнику поставить в борцовку или боксу поставить ударную технику А это все таки так индивидуально на самом деле Ну вот так зависит от самого человека Знаете там от самого боксера зависит Это бывает борцу ну ты не наклеишь Ну не можешь ты ему донести его Но все равно он отпустит голову и ударит вот так например Так же и наоборот Опять же таки посмотри каратист Сен-Пер да? Он в борце Сен-Пер да знаем да? Джордж Сен-Пер да? Джордж Сен-Пер да GSP Джордж Сен-Пера знаем все? Да Это каратист Каратист Ну начало да Послушай это каратист Который пришел Борол борцов И джицеров Понимаешь? То есть Он смог А давай других каким каратистам возьмем Мы кучу каратистов строим Которые не могут освоить борьбу Например Чак Лидео Да Чак Лидео он освоил Сам бороться не мог Но себя бороться не давал Защиту освоил Защиту А GSP освоил полностью борьбу То есть борол там и так далее Борцов мог валять И при этом боксировать тоже Но я все таки считаю что это не зависит от вида спорта Любой вид спорта тяжелый Это зависит от людей От самих представителей Вот бывает мне подходит это просто Да я борец Но Пришло мне это понимание Зашло А кому то не зайдет это понимание Кому то болевые зайдут лучше Он начал понимать Вот Все таки от человека зависит от спортсмена Я считаю Но если в детстве он чуть-чуть боролся Хотя бы чуть-чуть боролся А потом стал ударником То ему легче будет Вот так я считаю Это правильно Правильный вопрос Который сейчас задал Очень хороший вопрос Да я бы хотел Вот сейчас тренер Это действительно так Так же от человека зависит это Человек должен Ну Все стороны Это Вот было у нас Мы в интернете учились И я тоже вольник Как он И боролись И с боксерами вместе заходили И боксовались Ну были боксеры Которые с нами боролись Но не было У них Вот В то время единоборство Так не развито было Это все знают Которые Присутствуют Здесь В этом заведении И вот Стала мы По рукопашкой У нас не было Это И я начал По воле борьбы Боролся Боролся Мастер сделал Союз интернат выиграл И после этого Начали Вот с боксерами тоже Вот заходили Вот так делали Мечка вот так смотрим Да Нам Даем И он нам ответ не дает Мы даем ему И также боксерами тоже работали Интересно было В 90-е годы В 89-е годы Это мы уже в 95-е годы Уже я начал Боксерами уже боксоваться У нас было Вольников Есть эластичный Какой-то Ну не у всех бывает Ну было У меня такой Сам Наклон был В этом вид спорта И так же Пришел в это ММА И начали тренироваться Короче Все же таки Есть такой момент Азарта Знаешь Ты не умеешь Теннис играть Но твое желание Все же таки Приведет тебя к тому Человек вообще Может Ко всему привыкает У меня есть такой момент Когда я готовлюсь Я терплю Тренировочный процесс Я один момент Прихожу Вот У меня такая мысль Посетила Я терплю Тренировочный процесс Я иду на массаж Я терплю своего массажиста Который там Ломает мне Мои там Не знаю Пытается разбить мне Мои мышцы Потом я иду в парную И там веники терплю Потом уже мне надо Дотерпеть Чтоб меня пропали То есть Все терплю Понимаете Вот А Кто-то Тут ситуация такая Ты Когда любишь Что-то Когда тебе нравится Вот Тогда это легче Садиться Да Правильный вопрос Хотелось бы добавить Огромное Благодарство Урожаю вам Всем Это присутствие Огромное Благодарство Урожаю Магомеду И хотелось бы сделать Маленький презент Магомеду Ну Ужин Я балую Типа Потом все вместе Кобру запустим Да На мою камеру Да Сделаем Идем Магомеду Это Магомеду 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 Это Не Пока Не Состоимся Но В принципе Я вам все сказал Всем огромное Спасибо Что вы пришли За данные Магомеду 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 Я потом Заведу Одну Магомеду 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 У 1600 Здесь одна фишка есть. Вот так надо. Просто в совместном. Хорошо? Да. Здравствуйте, дорогие друзья! И вот наконец-таки я в Узбекистане, в Ташкенте. И что ж, специально для вас. Нет, подожди, подожди. Сначала я говорю специально для вас. И я делаю вместе все, окей? Нет, вместе со мной. Азамали! Азамали, мы приветствуем всех! И вот наконец-таки долгожданный момент. Я в Узбекистане, в Ташкенте. Отвешили меня встретить и вот специально для вас. Из Ташкента вы. Вот так, вяленькая была. У нас много, а ковра вяленькая получилась. Ладно, пойдемте фоткаться, да? На следующий год тоже приезжайте? Шлемянько поди и приезжайте. Шлемянько поди и сразу по... Магя, магя, магя! Магя, 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 магя! Магя, минутчик, моя. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...